Горожане, вооружившись мётлами и лопатами, вышли на улицы около 9 утра. В числе первых на свой участок в сквер Пушкина прибыли представители администрации Улан-Удэ и городского совета депутатов. Сквер вроде бы и небольшой, однако работы достаточно. Есть тут и сухостой, есть замечания по санитарному состоянию, поэтому будем белить деревья здесь и убираться. Традиционно такой очень уютный для жиломассива скверик мы здесь убираемся. За несколько часов работы вывезено два полных грузовика мусора, деревья также приведены в порядок. На другом участке в сквере Сенчихина работа также кипит. Привезти парк в порядок вышли несколько сотен горожан. На первый взгляд вроде бы чисто, однако спустя пару часов собирается солидная куча из пластиковых мешков, наполненных мусором. Ну конечно любая весна она приносит, как говорят, подснежники. Подснежники это имеют в виду всякий мусор, где-то камушки, веточки, листья, где-то даже и бычки. И все это убирается, все надо убирать в мешки, в пакеты, вывозится и на свалку до свидания. А здесь остается чистота, которая должна и быть. Конечно, много мусора, его надо убирать. Работа идет по всему городу. Комитет городского хозяйства по традиции вышел наводить порядок на Черном Тюльпане. В этом году на помощь им вышли солдаты из полка связи и студенты в СГАКе. Полным ходом прошел субботник и в частном секторе. Проблему с вывозом мусора оттуда после акции решили еще несколько недель назад. Чтобы по закоулкам не ездить, определили центровые места, где у них в основном магистральные дороги проходят. Они определяют место, собирают в кучу мешки с мусором собранные и комбинат подъезжает и выбирает. В целом же в субботнике приняло участие около 42 тысяч горожан и более тысячи различных организаций. За месячник чистоты с 23 марта по 25 апреля на полигон Бахмистрова вывезено более 80 тонн различного мусора. Я хотел бы призвать в любом случае наших горожан, наших соседей, не то что вот эти вот разовые акции, что раз в год мы убрались, а потом весь остальной год мусорим. То есть все равно работа должна проводиться ежедневно, работа должна проводиться системно. И самое главное, что все зависит от нас. Только совместными усилиями, я считаю, мы будем содержать наш город в чистоте, в порядке. Батар Ломбаев, Евгений Павлов. Новости дня.